Друзья мои, всем привет! Сегодня я хотел не столько вам что-то рассказать, сколько скорее послушать вашу точку зрения. Дело в том, что довольно много людей мне уже присылали вопрос, буквально недавно человек пять мне уже об этом писали, о том, что, Сергей, а почему бы вам не попробовать такой сервис как Перископ? Ну, вероятно, вы уже знаете о том, что существует социальная сеть под названием Перископ, которая привязана к социальной сети Twitter. Смысл ее заключается в том, что это, по сути дела, видео-стриминг. Вы можете открыть application, какую-то программку на вашем телефоне и дальше вы включаете прямую трансляцию, начинаете что-то людям рассказывать, они вам, соответственно, в прямом эфире задают вопрос, а вы им, соответственно, отвечаете. Это для тех, кто не знает, что это такое, но я думаю, что многие из вас уже об этом знают. Надо сказать, что я, будучи уже не 20-летним, конечно, с определенным скепсисом сначала посмотрел на эту идею, но поскольку я не очень упрямый, как бы, был раньше молодой, был более упрямый, сейчас уже стал поумнел, стал менее упрямый, но я решил зайти посмотреть. Вы знаете, из того, что я увидел, в общем, не могу сказать, что меня это хоть как-то впечатлило. Я видел там какие-то ребята, которые сидят на диване, по-моему, он, так сказать, такой немножко полутрезвый, грызет семечки куда-то, он их выплевывает, и при этом ему совершенно, он пишет, что ему скучно, ему нечем заняться, и ему там, соответственно, пишут какие-то вопросы. Такие совершенно как бы ни о чем, непонятно для чего они задают эти вопросы. Ну, то есть такая какая-то полная чехарда, вообще-то, да. Либо там какой-нибудь молодой парень, допустим, гуляет с собакой, допустим, да, и тоже он говорит, что ему нечем заняться, и поскольку пока собака бегает, он там готов что-то ответить, люди ему пишут то, что они видят на экране, что, а что у тебя там, есть ли у тебя снег, а какая у вас погода, ну, то есть, как бы, вот такие разговоры, как бы, ну, скажем так, ни о чем, да. Либо это какая-нибудь девушка, так сказать, там, которая сидит у себя на кухне, она в каком-то таком достаточно каком-то открытом, откровенном, на ряде сидит, и мальчики, естественно, ей пишут там, покажи сиськи какие-нибудь или еще что-то. Ну, вообще, я посмотрел и подумал, думаю, что я уже как бы не тот мальчик, которого 20 лет, чтобы охотиться за сиськами, там, где-то там в перископе, понимаете. Поэтому я подумал, думаю, что хорошо, как бы, если в этом есть какое-то серьезное начало, то, конечно, можно этим заниматься, можно обратить на это внимание. Почему, допустим, я задаю этот вопрос? Ну, как вы знаете, я, канадский блогер, я рассказываю о жизни в Канаде, плюс я канадский риэлтор, поэтому, соответственно, меня, конечно, интересовало, а есть ли вообще какая-то возможность использовать это в каких-то практических целях, ну, на каком-то серьезном таком уровне. Но, надо сказать, что я пошел посмотреть, поскольку у меня нет проблем, так сказать, почитать и послушать на английском языке, я решил посмотреть, что в этом смысле делается, ну, скажем, в Америке или в Канаде, и там, вы знаете, я увидел, что женщина одна, например, она пишет даже в блоге своем, что она занимается какими-то продажами, что-то там, какие-то мелочи она продает через перископ, и она утверждает, что там за сессию получасовую, часовой она зарабатывает там от 6 до 12 тысяч долларов. Ну, во что я, наверное, могу поверить, но я, опять же, как бы не понял, какое это отношение имеет ко мне. Ну, то есть, пока мне показалось это не очень серьезным. В плане того, чтобы рассказывать о жизни в Канаде, ну, как бы для этого существует YouTube, где можно сделать это более как-то качественно, чтобы это смотрелось более солидно, серьезно, в хорошем, так сказать, вот каком-то изображении. Если у вас есть на этот счет какие-то мысли, если вы можете мне что-то подсказать, какую-то перспективу, которую я пока не вижу, ну, я буду признателен, если вы мне об этом скажете. Почему я задаю этот вопрос? Потому что в свое время, когда это было еще там 7-10 лет тому назад, я там с маленькими кусочками выступал на местном русскоязычном телевидении по вопросам недвижимости, мне уже тогда люди говорили и писали из YouTube, Сергей, почему бы вам не рассказывать про жизнь в Канаде, почему бы вам не говорить, так сказать, вот как-то более свободно, не в таком каком-то официальном телевизионном формате, а в таком более расслабленном формате, вот как я сейчас, допустим, сижу на кухне у себя, да, почему бы вам не рассказывать об этом, вот о недвижимости, скажем, допустим. И я тогда тоже думал, в общем-то, надо сказать, что в тот момент я, наверное, как-то, наверное, проворонил в определенном смысле YouTube, я как-то не отреагировал на него никак, и мне казалось, что я много лет этим не занимался, вот как вы знаете, я начал заниматься этим всего 2 года назад, тогда мне казалось, что я не комментатор, я не обозреватель, я не радиоведущий какой-то, я профессиональный риэлтор с большим опытом работы в Канаде, поэтому я могу говорить на профессиональную тематику, но говорить там вот где-то на YouTube, тогда у меня было очень какое-то скептическое отношение, потому что в основном я видел, это вот какие-то молодые ребята что-то рассказывали, как они там учатся играть на гитаре, или девочки, которые рассказывают, как там пользуются косметикой, как там губки себя накрасить, но в общем я там себя не видел никак абсолютно, поэтому я буду вам признателен, если вы напишите внизу здесь, под комментариями, видите ли вы какую-то перспективу в отношении перископа, будет ли это такой же крупной вещью, как YouTube, или там Twitter, или я не знаю, Facebook, то есть насколько вы считаете это перспективная вещь, насколько вообще стоит на нее обратить внимание, и если вы считаете, что да, стоит обратить внимание, то в каком виде эту систему можно использовать в каких-то практических началах. Вот это все на сегодня, спасибо большое за ваше внимание и пока!